Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Вы можете меня поздравить. Наконец-то я закончила постройку, над которой работало где-то примерно две недели. Две недели, Карл! И знаете, на первый взгляд, наверное, кажется, на что тут ушло две недели? Даш, ну это же участок 20 на 15. Какие две недели? А вот такие, друзья мои, я вам сейчас все расскажу. И если вкратце, то это новый дом для проекта «Мир моими глазами». И сразу же мини-спойлер. Поверьте, он будет не один. Я имею в виду не спойлер, а дом. Я вам сейчас расскажу, какие идейки мне пришли в голову. А если вам нравится этот проект и вам нравится вот этот домик, и вы хотите больше вот таких вот интересных, сложных, необычных апартаментов, обязательно поддержите ролик лайком. Итак, начнем, наверное, с самого начала. Нет, не смотрите на вот эти двери, не переживайте. Там будут совершенно другие двери. Тут вообще все будет выглядеть иначе. Поэтому я и работала над этой постройкой две недели, потому что у меня постоянно менялись какие-то, знаете, вот взгляды на вот этот дом. Сначала я его видела одним, потом другим. В общем, давайте с самого начала начнем, потому что у меня сейчас начнется каша, и вы запутаетесь, и я запутаюсь. В общем, проект «Мир моими глазами». Если вы с ним не знакомы, я вам советую его посмотреть, потому что это достаточно интересный проект, в котором мы играем только за одного персонажа. Мы играем за маленькую девочку Нору, которая проживает целую жизнь в игре. У нее есть друзья, родственники, но за них мы всех играть не имеем права. И вот она попадает в различные ситуации. Она куда-то переезжает, куда-то поступает, с кем-то встречается, с кем-то расходится. В общем, лама с драмой самое настоящее. И мы с вами дошли до момента. Кстати, еще один мини-спойлер. Я уже записала серию в этом домике, знаете, мне он так нравится. Он, кстати, абсолютно нормально работает. Здесь все работает, здесь ничто нигде не мешает. В общем, я уже в нем поиграла, и мне он действительно очень понравился. Возвращаемся к нашим барашкам. Мы с вами дошли до этапа, когда наша Нора уже закончила университет, и ей нужно переезжать из общежития в новый домик. Но так как она была студенткой, да, она подрабатывала, денег у нее не так уж много. И плюс у нее уже есть достаточно взрослая дочка, то есть нам нужен был домик для двоих персонажей. И сначала я думала, что, может быть, мы потратим все деньги, которые у нас есть, и, может быть, купим какой-нибудь участочек, будем строить маленький домик. Но затем я решила, у нас же есть очень крутой набор For Rent, дополнение, точнее. И там мы можем с помощью этого дополнения разместить, например, многоквартирный домик, и, например, наша Нора какое-то время вместе с дочкой поживет вот в этом домике. Вообще у меня появилась совершенно другая идея. Потом я вам сейчас ее озвучу, я ее еще озвучу в новой серии. В общем, раз сейчас у нашей Норы действительно денег не очень много. Да, у нее есть в Бридчестере дом, точнее у ее матери есть дом, в котором она живет с большим количеством детишек, со своим новым возлюбленным. Но, честно говоря, как бы еще к ним переезжать, ну, це занадто. Поэтому я решила, что лучше они будут жить отдельно, в отдельной квартирке. И первое время, учитывая, что Нора только-только будет устраиваться на другую работу, ну, денег у них немного, и они поживут в таких вот самых простеньких апартаментах. Эти апартаменты находятся в городе Бриндлтон-Бэй. Я обожаю этот город, это один из моих самых любимых городков. И будем считать, что, может быть, раньше это был какой-то такой, знаете, комплекс для рыболовов. Может быть, для тех, кто обслуживал лодки здесь. Ну, то есть можно придумать различные истории. То есть это был не очень богатый, не очень большой комплекс. Но в итоге, может быть, часть квартир продали. Может быть, вообще поменялся владелец. И он решил из этого взять, знаете, какие-то такие вот не очень дорогие апартаменты. Ну, на самом деле, тут квартирки получились, ну, я не могу сказать, что прям какие-то бедные, потресканные. Да, они не самые свежие, не самые новые. Ну, как говорится, not bad. И в итоге, когда Нора искала, как бы, а где же мне жить, где мне остановиться, она выбрала самый такой, вы знаете, ну, более-менее бюджетный вариант. И, кстати, да, ребят, он получился не совсем прям бюджетный, потому что здесь у нас мы как раз сейчас строим апартаменты, в которых будет жить Нора. Это четырехэтажная небольшая квартирка. Четыре этажа. В любом случае, я думаю, что первое время она здесь поживет вместе с Роуз. Потом она, может быть, переедет в какие-то там, ну, не знаю, более крутые апартаменты. И уже, наверное, на третьем этапе, ну, посмотрим, сколько у нас в итоге будет вообще этих этапов. Она, допустим, уже скопит достаточно большую сумму и, может быть, построит свой собственный домик. Может быть, она какой-то свой собственный, там, не знаю, там, ну, не знаю, ранчо или ферма. Вряд ли у нас что-то такое будет. Хотя, who knows? Может быть, она познакомится с каким-нибудь любителем коноков и только скажет, дорогая, я хочу, чтобы мы с тобой жили на ранчо. Она говорит, дорогой, конечно. В общем, посмотрим, как у нас будет все это развиваться, потому что, вы видите, что у нас тут всякие интересные истории получаются. Поэтому, who knows? Может быть, она действительно захочет переехать за город. Хотя я бы выбрала для нее какую-нибудь, знаете, ну, в итоге, когда она уже совсем сможет накопить много денег, я бы для нее, может быть, выбрала что-то типа а-ля Нью-Йоркского таунхауса. Мне очень нравятся таунхаусы в Нью-Йорке. Это просто, знаете, вот лялечка. Я очень люблю фильм, который называется «Комната страха», если я не ошибаюсь. Там, знаете, показывалась вот в самом начале улица, в которой, как бы, в итоге искала себе квартиру главная героиня. И вот как раз вот такие вот таунхаусы в Нью-Йорке. По-моему, в Нью-Йорке, ребят. Но это вроде бы не Лондон. По-моему, это Нью-Йорк. В общем, там были очень крутые таунхаусы. Они мне очень понравились. Я бы что-то подобное построила для Норы. Но пока что это просто планы. Я с вами пока просто делюсь. Вы же знаете, я с вами всегда лялякаю, когда мы с вами записываем ролик. Да, ребят, я могу в чем-то путаться, потому что у меня нет готового текста. Я просто сейчас сижу, кручу руками и вам рассказываю какие-то истории. В общем, наши девочки сюда переезжают, и Нора устраивается на новую работу. И кто сейчас дослушает до этого момента, то тот узнает, кем будет работать Нора. Я не знаю, озвучивала ли я эту идею раньше или нет. Но я достаточно долго думала, кем будет наша Нора. Мне не хотелось брать какую-то закрытую работу. Будем так ее называть. Я имею в виду работу с кроличьей Норой. Да, можно было бы взять что-то типа владелица ветклиники, или же магазина. Можно владелица ресторана, или же вот форент использовать. Ну, например, ветклиника и тот же магазин у нас есть и в проекте Загородная жизнь, и в проекте Блондинка на ранчо. В общем, я решила, что еще один такой проект я не очень хочу. Поэтому я начала думать, может быть, взять какую-нибудь работу из тех, что у нас есть открытая. У нас есть четыре открытые работы, как вы знаете. У нас есть детектив, врач, потом у нас есть ученый и у нас есть актер. Но, честно говоря, актрисы я нашу Нору не вижу. У нас Нора, как бы девочка, ну, получилось не то, чтобы прям скромная, забитая. Ну, вы знаете, она не то, чтобы не любитель шумных компаний. Ну, мне кажется, что актрисой она не очень хотела бы быть. По поводу ученой, мы с вами, по-моему, вдоль и поперек прошли работу в Not So Berry, хотя мне очень понравилась эта карьера. Но, опять-таки, мне кажется, что в науку, ну, вряд ли она бы пошла. Ну, не знаю. Ей надо было, наверное, выбирать какое-то другое направление в университете. У нас есть еще Доктор. Но я, кстати, за Доктора ни разу не играла так вот прям вот на постоянке. Я помню, что у меня Харли Квинн в моих первых проектах, она была Доктором. Но, как-то, знаете, Доктор Харли Квинн где-то была в стороне. То есть, это не был наш основной сюжет. И у нас остается Детектив. За Детектива я, наверное, играла, может быть, только один день. И все. Для меня это абсолютно, ну, для меня именно, вот как для игрока, это абсолютно новая работа. И я думаю, что нашей Норе, может быть, понравится быть Детективом. Ну, как бы, ей хочется, может быть, все-таки как-то пытаться познакомиться с различными людьми. Может быть, ей хочется какую-то справедливость восстанавливать. Поэтому я думаю, что она попробует поработать Детективом. Если не понравится, вы же понимаете, она всегда может уволиться. Причем наша специальность из университета как раз позволяет получить еще и больше денег на этой специальности. В общем, мне кажется, что это будет очень круто. Ну, и, кстати, возвращаясь к этому домику, я давайте сейчас вам про этот домик расскажу. С этим домиком вообще это цирк на дроте, как говорится. Я этот дом совершенно случайно, точнее, я картинку этого домика Артик увидела в интернете. Он мне очень понравился. Но, понятное дело, что никаких схем, планов и разработок этого дома не было. Была просто картинка домика. И я засела за постройку. То есть я попыталась картинку перенести в Sims 4. Я очень долго с ним мучилась, с этим домиком. Очень долго. Я не знала, какого размера у меня будет вообще вот этот вот весь комплекс. Потому что изначально я, конечно, планировала в Бриндлтон Бэе все это строить. Мне очень хотелось именно в этом городке начать жизнь нашей Норы. И я вот как раз тут крутилась, крутилась, крутилась. И затем я вспомнила про вот этот вот участок. Он очень красивый. Тут есть место и для отдыха, и для пикников, и для каких-то прогулок. Ну, в общем, я пыталась его как-то так сократить, разместить. Но у меня вообще получился один, по-моему, из домиков. Какой-то двухклеточный. В общем, короче, я под себя переделала план этих домиков. В итоге у меня вышло пять квартир. И потом пошло самое сложное. Как это все распределить? Как вот эти вот все добавить лестницы? Потому что тут должны быть подъемы. Тут должны быть ванные комнаты. Ну, короче, то есть есть какие-то определенные нормы, которые должны быть у нас в игре. Хошь не хошь. И я, конечно, пыталась все это реализовать. Я, наверное, несколько дней только готовила сам дом. То есть вот эту вот шелл я готовила несколько дней. То есть надо было здесь все распределить. В каждом домике должна быть ванная комната. Должна быть хотя бы минимальная кухня. То есть это у нас не общежитие. Это просто, ну, отдельные такие вот апартаменты. То есть у каждого все-таки должны быть какие-то свои комнатки. Очень долго над этим сидела. Очень долго страдала с этими домиками. И в итоге у меня вот такие вот получились. Потом я распределила, что их будет пять. Сначала я думала, что их будет четыре. Потом решила, что... Хотя нет, сначала я думала, что их будет, наверное, больше. Потом поняла, что нет. Потом решила, что будет четыре. Потом думаю, нет. Не хочу четыре, хочу пять. Ну, то есть как бы квартира нашей Норы и еще несколько квартирок. Далее у нас, понятное дело, что пошло их заполнение И на картинке я увидела, что домики должны быть разные Я решила, что здесь они тоже будут разные Может быть, они строились в разное время Что-то достраивали, что-то подстраивали, что-то размещали В общем, в итоге у меня получился вот такой вот комплекс И, в принципе, я продумала, какие персонажи здесь будут жить Но игра решила сыграть свою шутку Она решила разместить здесь своих персонажей К сожалению, часть персонажей, которых я создала Они не захотели въезжать в эти апартаменты Они мне сказали, на-на-на-на-на-на-на Мы тут жить не будем, поэтому я только руками развела Здесь уже живут персонажи, здесь уже живут И, кстати, будете смеяться, в одной из квартир живет Элоиз Помните, барышня, которая помогала нашей Норе Ну, наша же Нора иногда занимается одеждой Она готовит свои образы И как раз с Элоиз у нее очень хорошее отношение И, оказывается, Элоиз наша соседка Плюс у нас тут будет тоже еще один интереснейший сосед Который меня прям, прям удивил Я не думала, что он здесь поселится И, в общем, я думаю, что Норе, ну, на первое время здесь должно понравиться Плюс мне очень нравится, что здесь есть площадка У нас, получается, из нашей квартиры есть два выхода Один выход вообще на первом этаже А второй на, ну, грубо говоря, на втором этаже Тут у нас площадочка для посиделок И у нас как раз выход на эту площадку С видом на море, на океан Я не знаю, это озеро, речка Ребят, я не знаю, что это такое Ну, короче, с видом на воду тут такие виды Наши девчонки как раз переехали с закатом Как тут красиво, ребята Я бы просто сидела, знаете, на балкончике и смотрела Какая тут красота, потому что смотрится все нереально круто Потом, конечно, мне нужно было здесь все заполнить мебелью И чтобы мебель была не шибко дорогой Потому что если она будет очень дорогой Вы же понимаете, у нас тут мало кто захочет жить И вообще у нас тут будут свои проблемы Каждому домику я выдала свои какие-то особенности То есть у каждого домика есть какие-то свои характеристики Есть как хорошие, так и плохие У нас в домике тоже, поверьте, есть и то, и то В целом мне здесь очень нравится Я действительно достаточно долго работала над этим домом Я уже, знаете, крутила его и так, и так Жалко, здесь нельзя добавить было подвал Ну, шопу робыш, ребята К сожалению, увы, ях на воде добавить подвал нельзя Ну и понятное дело, что у меня тут появились какие-то еще дурацкие глюки За размещением предметов То есть в режиме строительства у меня все вроде бы работало нормально Потом я хотела во время игры разместить, по-моему, ворщик И мне игра сказала на-на-на-на-на Ребят, напишите в комментариях, у кого сейчас тоже есть этот глюк Может быть он уже пофикшен, я не знаю В общем, ты заходишь в игру Пытаешься что-то разместить в игре, ну какую-то мебель А тебе игра такая говорит Ха-ха-ха, нельзя То есть, допустим, ты берешь, не знаю, там, стул Пытаешься поставить стул к столику А игра тебе это не позволяет сделать То есть ты просто его не можешь Ты его дальше за мышкой таскаешь, и все, и добрый вечер В общем, короче, это очень бесячий баг, и меня он очень сильно расстроил Вот такой вот баг мы с вами видели, когда строили Magic Street Который Мэри нам предложила построить И это бесячий баг Это действительно капец какой бесячий баг Кстати, я пока строила домик У меня тут была одна кимнатка, которую я не знала куда впихнуть Я не хотела делать прям огромные здесь квартиры Я решила, что в этом доме будут Ну ладно, в этом комплексе Будет прачечная Да, друзья мои, у нас тут есть отдельная прачечная Вообще, я давно хочу построить какой-нибудь, знаете, райончик Может быть, я уже приступила к постройке, я не знаю Вот прям полноценный сделать такой вот городочек Чтобы у нас в этом городочке было обязательно, допустим, прачечная Допустим, магазинчик, мини-ветклиника Какой-нибудь там, не знаю, ну супермаркет, не знаю У нас, наверное, магазинчик будет Потом, может быть, какое-нибудь там, не знаю, рабочее место Может, я не знаю, какой-нибудь офис мини Еще что-то Мне очень хочется что-то такое построить Учитывая, что мы можем с вами увеличить количество апартаментов Мне кажется, что идея очень даже неплохая Ребята, напишите в комментариях, как вам идейка Ну и плюс я хочу как-нибудь построить прям многоквартирный дом Прям вот большой многоквартирный дом Так как я вам уже сказала, что действительно есть мод, который Или не мод, код, который позволяет увеличить количество квартир То есть можно 20 квартир, 30 квартир Мне кажется, было бы очень и очень даже интересно попробовать У меня есть несколько идей, какие домики я бы хотела построить Поэтому, друзья мои, у нас все впереди И давайте я вам расскажу вообще, на кого рассчитаны вот эти вот все квартирки То есть в идеале они рассчитаны на определенное количество людей Но, по-моему, тут позаселялись абсолютно рандомные семьи У нас, по-моему, Элейс сюда переехала с тремя детишками, ребят С тремя детишками, Карл Причем, по-моему, с инфант Нет, по-моему, один тодлер и два инфанта Значит, вот этот домик первый, который мы с вами строили для нашей Норы Он рассчитан для трех симов То есть там может жить Нора Может быть, у нее кто-то появится И понятное дело, что ее дочь На первом этаже также есть у нас еще одна полноценная квартира То есть там именно вот вся квартира на одном этаже Она рассчитана для двух персонажей То есть там есть только одна двуспальная кровать Далее есть несколько квартир наверху Значит, одна квартира рассчитана на трех персонажей Может быть, там, не знаю, отец, мать и ребенок Далее у нас есть маленькая квартирка Которая у меня изначально была, наверное, рассчитана под Такой вот, знаете, рыбака с женой И у них есть маленькая-маленькая спаленка И очень такая вот узкая кухня-столовая-гостиная И еще у нас есть достаточно большая Большой-большая квартира Большие апартаменты В них У нас может жить самое интересное Что, по-моему, только два персонажа Я там добавила только одну спальню И мне почему-то кажется, что Это семья из профессора и его жены То есть, может быть, там Они купили эту квартирку Может быть, они на какое-то время сюда переехали Может быть, временно Может быть, он преподает Но у меня почему-то сложилась именно такая вот ассоциация Мы, кстати, сейчас ее будем сами строить Потому что у нас, получается, на первом этаже Точнее, это у нас прихожая на втором этаже Тут, понимаете, у меня уже начинает путаться Где первый этаж, где второй В общем, здесь у нас такая вот небольшая прихожая С диванчиком Ну и как бы все Тут больше, ну и ванная комната есть Тут больше ничего нет Я не добавляла еще какие-то комнатки Еще какие-то там, не знаю, телевизоры Я просто поняла, что они сюда не влезут На первом этаже будет находиться кухонька Такая, знаете, вроде бы небольшая, но уютная Но из этой кухни можно попасть в другие комнаты Только, ну и вообще выйти Только с помощью лестницы То есть, я думала еще добавить одну дверь Может быть, какой-то, знаете, типа как выход на бакьярд Но решила, ладно, уже не буду Потому что сюда не вписывалась И на третьем этаже здесь, получается, есть что-то типа кабинета А на четвертом спальня Причем спальня мне очень сильно понравилась Знаете, я за собой замечаю, что последним временем Достаточно часто использую предметы И особенно покрытие для стен Из паранормального Как же мне нравятся вот эти обои Они такие какие-то, знаете, ну вот классные Для каких-то ретро-хаусов Для каких-то викторианских домиков Они, ну просто лялечка, просто бимба Так что я вам советую на них тоже обратить внимание У нас, как я уже говорила Здесь дома получились не совсем новые Не прям совсем супер-пупер новые Только, наверное, квартирка, которая прям на первом этаже Она прям супер новая Ну, такая, знаете, прям Ну, вроде бы с минимумом трещин А эти все они такие потерто-затерто И, знаете, тут уже, видимо, персонажи живут не первый год И, кстати, сейчас вам расскажу маленькую такую вот веселушку В общем, как я вам уже сказала Я строила этот комплекс две недели Понятное дело, что за эти две недели Я строила и другие проекты Что-то записывала И я приступила к монтажу Начала перебирать вот эти вот все куски И я вижу, что вот этот вот последний Который сейчас вы видите Я не могу найти Я так расстроилась Я над ним достаточно долго сидела Вот это все размещала, переставляла Я так расстроилась Думаю, блин А у меня уже дом готов И я уже серию записала, понимаете, в этом доме Я такая, все, капец Потеряла целый кусок Буду вам сейчас по ходу ролика рассказывать А потом такая сижу, думаю, стоп Так я же записывала его не в такой-то день А в такой-то день И я когда вижу этот шматочек ролика Я такая, ес, ес Я его нашла Можно не так сильно расстраиваться Потому что, ну, действительно, было бы очень обидно Все-таки, когда теряются какие-то шматочки Я помню, что-то у меня потерялось Из видео И вы не представляете, как я расстроилась Я думаю, ну все, капец Потеряла И шо с цемру быть, я не знаю Мы с вами уже, получается, обустраиваем кабинет И вот, посмотрите на вот эти обои Они мне так нравятся Я не знаю, почему Я вообще любитель всяких современных построек Я люблю минимализм Я люблю серый бетон на стенах Но тут, я понимаю, вот просто Когда увидела вот эти вот потертые Ну, трошечки потертые стены Оно, знаете, вот как-то Вот каким-то уютом веет Вот знаете, почему-то для меня веет уютом Хотя, опять-таки, я небольшой фанат Прям вот таких вот Квиточек Каких-то вот таких вот узорчиков Но тут мне прям понравилось Прям очень понравилось И да, я очень люблю строить маленькие дома, ребят Вы даже не представляете, какое я получила сейчас удовольствие Вот пока я вот это все просматривала вместе с вами Ну и пока я это строила Я обожаю маленькие дома Мне так нравится вот это вот все там впихивать Как-то так вот размещать Да, я понимаю, что не все такое любят Мне иногда ребята пишут, что даже я люблю большие просто Я тоже люблю Но я такое больше люблю, наверное, в реальной жизни А вот Sims мне так нравится Она такая все cozy Very, 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 very cozy Хочется, знаете, вот в этой же комнатке, например, сесть на кровать Посмотреть на улицу У нас тут, кстати, вид открывается Ого-го-го-го-го Особенно с последних этажей У нас тут и водичку видно И деревья Мне нравится Бринбелтонбэй, ребят Мне очень нравится Я надеюсь, что я этот ролик выпущу Не до того, как я запишу для вас Наконец-то рейтинг городков Я очень хочу давно записать для вас ролик с рейтингом Моим рейтингом городков Какой мне больше нравится в 74, какой меньше И я надеюсь, что этот ролик выйдет не раньше того ролика Итак, да-да-дам-да-дам Друзья мои, мы отправляемся на экскурсион И вот что у меня получилось Вот такой вот немножко странный Такой вот не очень ухоженный комплекс Но в котором есть все Хочешь занимайся садоводством Хочешь играй в баскетбол Хочешь вешай белье рядом Вот там вот бельишка Итак, мы с вами заходим и попадаем в первую квартиру Первая квартирка, она знаете, такая вот самая такая строгая Аккуратненькая, чистенькая Ну и вот эта вот квартирка Она получается полностью на первом этаже То есть тут нет подъема на второй Да, я оставила белые потолки, ребят Честно говоря, в маленьких квартирах я не вижу темные потолки Ну вот серьезно Мне кажется, что они какие-то прям Такие вот совсем, получается, схлопнутые что ли То есть совсем какой-то низенький, кажется, потолок Поэтому везде я специально оставила белые И здесь, видите, есть вот такой вот мини-рабочий кабинетик Рабочая зона С таким вот классным креслом, между прочим Это первая квартира Главное сейчас не заблукать, друзья мои Потому что я могу заблукать Ну смотрите, как тут классно Мне нравятся вот эти светяхи Это квартира нашей Норы Нора вместе с дочерью Роуз Будет жить именно здесь Ну и как видите, тут есть какая-то мебель То есть тут у нас не пустой будет дом Здесь у нас кухня-гостиная-столовая На первом этаже Здесь есть ванна, есть душ И, как видите, есть причиндалы для котиков То есть будем считать, что, может быть, предыдущие владельцы У них был котик Но они оставили все эти вещи То есть Нора хочет, она выбросит Не захочет, не выбросит Здесь у нас прихожая-гостиная Скорее, то есть можно выйти на второй этаж Через вот ту вот дверь Поднимаемся выше И это комната Роуз Она такая вот веселенькая Тут есть кровать, есть диванчик Есть игрушки Ну и ей желательно, наверное, ноутбук добавить У нее есть выход на маленький балкончик Маленький-маленький Где она может проводить какие-то опыты И может поиграть с игрушками Проходим дальше Поднимаемся еще выше И здесь у нас находится комната Норы Ребята, наконец-то, у Норы появится собственная комната Здесь у нее будет стоять ноутбук То есть она сможет тут время проводить Ее собственная комната Это у нас балкончик такой общий Он будет для всех симов Тут у нас, видите, и телескоп есть И всякие интересные штуки Проходим вот сюда Кстати, да, я же вам должна показать У нас есть отдельно прачечная У нас есть вот такая вот прачечная Тут не только у нас прачечная Тут у нас есть еще и мусорный бак Кто-то хранит здесь свой велосипед Ну и понятное дело, что сушилки и стиралки Движемся с вами дальше Жух-жух-жух-жух-жух-жух-жух-жух-жух-жух-жух-жух И следующий у нас на очереди Домик-квартирка Какой у нас будет домик или квартирка Ну давайте посмотрим Сюда, наверное, мы пройдем Это вот такой вот маленький, маленький, узенький Но достаточно веселенький домик Видите, у нас тут такой вот желтый акцентный свет Цвет-цвет-цвет-цвет И здесь есть еще общий балкончик Где можно посидеть Главное, головой не удариться а вот этот вот кондиционер. И тут вот такая маленькая-маленькая спаленка, маленькая спаленка. Здесь также есть ванная комната, вроде бы все чистенькое, красивенькое, аккуратненькое. То есть, как я вам уже сказала, эти дома не самые новые, но они достаточно аккуратные, то есть не прям совсем развалюхи. Здесь у нас как раз достаточно большой, скажем так, домик. Тут у нас несколько этажей. Здесь, конечно, кухонька очень узенькая. Да, тут есть холодильник, ребят, не переживайте, холодильник я оставила. И тут тоже дверца, которая ведет на вот этот вот балкончик. Можно посидеть, отдохнуть, подушать свежим воздухом. Поднимаемся наверх, чух-чух-чух-чух-чух. Здесь есть подъем еще выше. Тут какие-то коробки, ящики, чемоданы. И здесь комната для ребенка. Может, для ребенка, может, для подростка. Тут как бы сами решайте, кто у вас здесь будет жить. Поднимаемся выше. И здесь у нас находится спальня. Кстати, ребят, если вы хотите, чтобы я эти апартаменты добавила в галерею, то обязательно поддержите ролик лайком и напишите в комментариях, даже добавь в галерею. Здесь у нас ванная комната. Да, она находится на третьем этаже, но она у меня просто все не влазила, ребят. Пришлось именно так размещать. К сожалению, когда вот такие вот узкие дома, то тут есть, конечно, проблемы накладки, как это все добавить и разместить. Движемся дальше. И через вот эту арочку, если мы с вами пройдем, то мы попадаем... Вид, ребята, вид на воду. Мы попадаем вот в этот вот большой и достаточно красивый домик. Значит, можно пройти вот сюда. Здесь у нас ванная комната на, получается, втором этаже. Здесь можно спуститься и попасть на кухоньку. Вот такая у нас кухонька. Она небольшая, но уютная. И тут можно посидеть, выпить чаек, просто поболтать, провести время вместе. Поднимаемся наверх. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Оброшу внимание. Попрошу обратить внимание. Тут у нас везде есть кондиционеры. Это рабочий кабинет. Он тоже не очень большой. Может быть, здесь художник живет, может, здесь писатель, может, профессор. То есть, опять-таки, все зависит от вашей фантазии. Кого вы здесь видите в этих апартаментах, тот и будет здесь жить. Я специально добавляла разные предметы, чтобы, ну, могли жить персонажи с разными увлечениями. Тут есть туалетный столик, телевизор, кровать. Ну и, собственно, все, друзья мои. Вот такой вот комплекс у меня получился. Я надеюсь, что нам он с вами понравится. Я надеюсь, что он вам понравится. Нам будет удобно в нем играть. Если хотите больше интересных построек, то обязательно поддержите ролик лайком. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok